В этих холмистых степях Урала нагуливают свой знаменитый пух простые оренбургские козы. Вот их ведут на первую чёску. Весна, пух созрел. Мастера-чесальщики потирают руки. Они ждали этого целый год. Козы тоже заждались. С одной оренбургской козочки за один сеанс можно взять около килограмма пуха. Это лёгкое сырьё приносит весомый доход. Только в прошлом году одна немецкая фирма за две тонны выложила колхозу Донскоя полтора миллиона рублей. Сколько мы делаем, это для них мистер, конечно. Они покупают и в Иране, и в Монголии, и в Китае. А просит больше. У нас 8 тысяч голов. Больше всех, не скромничает председатель. Сейчас в Оренбургской области семь хозяйств разводят коз. У этого пуха уникальные характеристики. Повышенная упругость, пониженная толщина 15 микрон. В Германии такой навес золота. Из него получается отличная ткань для элитной одежды. Прибавку в цене не дают. Но лучше бы, конечно, отечественный производитель был нашим партнёром. Пенсионерка тётя Вера – отечественный производитель в третьем поколении. О качестве пуховых платков рассказывает легенды. В Екатерине Второй связал наш оренбургский казачка два на два в куриной скорлупе. Вот какая должна быть тонкость, лёгкость, пушистость. Современный оренбургский пух весь идёт на экспорт, и на рынке его не купишь. Поэтому пряжу тётя Вера придёт из Приволжского. И, как поёт Людмила Зыкина, вечерами вяжет платок. С одним управляется за три недели. Местная пуховая фабрика тоже завозит недорогое волгоградское сырьё. Но работает куда производительнее. В этих цехах вяжут не вечерами, а днями. С восьми утра до половины пятого. Семь работниц обслуживают по семь немецких станков каждая. Это меньше, чем в фильме «Светлый путь» героини Любови Орловой. Одна такая машина выдаёт за смену по шестнадцать паутинок. Или по шесть платков. Станки на фабрике пуховых платков, хоть и немецкие, но очень старые, 70-х годов. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, занимаются трикотажем. Варежки, носки, шарфы. А вообще с инвестициями очень тяжело. В лёгкую промышленность инвестировать, как бы, всё-таки газ, нефть. Оренбург славится ещё и этим. Там как бы полегче с деньгами. У нас проблемы. Российский рынок завален дешёвым китайским и турецким товаром. Чтобы хоть как-то держать марку, Оренбургская область помогает своей лёгкой промышленности гасить кредиты. А пуховым козам выделяют дотацию — 500 рублей в год на одну рогатую голову. В приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» козоводы себя не нашли. Там в основном свинина и говядина, мясная. А коза там не прописана в этом проекте. В колхозе «Донское» подсчитали, только на водопровод и новые кошары нужно инвестиций 2 миллиона рублей в год. Такие уж они, рыночные законы. Конкурента на хромой козе не объедешь.